Они пришли посмотреть, как строится их дом, а увидели брошенную технику и занесенные снегом стройматериалы. Срок сдачи многоэтажки, который давно должен быть присвоен, адрес Баженова, 34, откладывается еще как минимум на полгода. Прораб уволен? Уволился, да. А, уволился. Но вы слышали, что зарплату им не заплатили, да, они уволились? Пока, да. Не заплатили им зарплату, да? Ну, понятно. А так больше нет. И какие перспективы, говорят? А я охранник. Сергей в сентябре 2017 года заключил договор долевого участия с иншстроем. Он решил приобрести однушку на четвертом этаже. Взял ипотеку. Думал, скоро отпраздновать новоселье. Дом сдать обещали в декабре 2017. Квартиру я взял в ипотеку. Живу, пока у родителей, вот в этом доме. То есть, смысл-то было взять в иншстрою, потому что дом, соответственно, рядом. Но пока, как говорится, это все очень грустно и очень печально. Потому что все очень затягивается. А, как говорится, платишь за квартиру, в которой не живешь, это тоже очень, как говорится, неинтересно. Потому что, грубо говоря, ты уже себя на 15 лет ввел в долговые обязательства перед сбером, а толку нет. Таких дольщиков, как Сергей, больше ста. От действий застройщика иншстроя пострадали и люди, которые должны были получить квартиры по программе переселения из аварийного фонда. Гелена дала согласие на снос дома, потому что он мешал стройке. Нужен был проезд для транспорта к будущей многоэтажке. Думала, через полгода отпраздновать новоселье. В итоге осталось и без жилья, и без прописки. Если они знали, что они не смогут это сделать, тогда не надо было нас ломать. Я им предлагала, дайте нам квартиру на Победе. У них там строился дом, у нас нету. Но они с нами должны как-то говорить, общаться. Как это так? Я с ней разговаривала, 6-го, с Майлатовой. Да, у меня нет денег. Я говорю, а нам от этого не легче. Компания «Иншстрой» в феврале 2014 года заключила договор на развитие территории на улице Баженова. Но обязательства выполнять не спешит. Год назад здесь были проблемы с невыплатой заработной платы строителям. С января месяца у нас нету получки. Тоже нам выдали аванс в январе, если не ошибаюсь, за февраль. Больше ничего не выдали. Были, вот человек был в отпуске, отпуск не получил. Меня в отпуск отправили, тоже отпускных нету. Вот сидим без денег. Тогда руководство фирмы обещало, что долги перед рабочими закроют. Прошел год и снова те же проблемы. Дольщики уже написали письмо губернатору, обращение в прокуратуру и сходили снова к директору «Иншстроя». Пока результатов нет. Мы наблюдаем, что в этом доме остановилась фактически стройка. Вот только сегодня, я не знаю по какой причине, то ли предупредили их, то ли так было запланировано. Но тем не менее, мы наблюдали въезд и выезд легковых машин двух. И приехал бычок с какими-то рабочими. Они что-то оттуда взяли. По факту сейчас на стройке ни внешней, ни внутренней работы не ведутся. В доме не подведен газ, нет электричества, отоплений, незаконченной отделочной работы. А самое страшное, что на сайте застройщика до сих пор висит информация о продаже квартир в этом доме. Указан даже срок его сдачи – июль 2019-го. Дозвониться до руководства, чтобы получить комментарий, не по одному из указанных номеров нам не удалось, но мы будем следить за развитием событий. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».